73 вопроса, Адель Что ж, я решил сейчас самое время задать Адель 73 вопроса. Привет! Ущипну себя, не веришь, что это реально происходит. Как дела? Гораздо лучше с тех пор, как я увидел тебя. И у меня, я в восторге. Да-да, сколько лет мы хотели это снять? Лет 6-7. Погнали! Лет 6-7. Начинаем! Давай. Как сейчас поживает Адель? Классно. Отлично. Жду не дождусь выхода альбома. Полагаю, это событие, которого ты больше всего ждёшь? Всё так, потому ты и здесь. Да, поэтому я и здесь. И я так рад видеть тебя в солнечном Лос-Анджелесе. Для британцев обычное дело носить плотный костюм в жаркую погоду. Ничего, ты прекрасна. Спасибо. И как Лос-Анджелес и Штаты вообще принимают тебя? Дивно, мне нравится здесь так спокойно. Прошлые годы были трудными? Да. Что ты узнала о себе за это время? Что я жуткая домоседка. Вообще бы не выходила, если бы не нужно было. Я задам вопрос от лица фанатов всего мира. Ладно. Когда мы услышим тебя вживую? На концерте или в туре? Как можно скорее. Я готова, правда, но не в пандемию. Да. Давайте носить маски, не разносить новые штаммы повсюду. Давай, я помогу. Спасибо. Итак, я думаю спросить тебя о детстве. Я не против. За дело. Как ты поняла, что у тебя дивный голос? Думаю, когда меня подписали на лейбл. Я поняла, что все круто. И стало ясно, что я буду певицей. Твоя мама любит музыку? Она... Да, она очень любит. Да, да. Ты начинала на фестивалях в Камдене и в маленьких пабах? Все так. Твоя любимая площадка в самом начале карьеры? Пожалуй, бар Мадам Джоджо. Пару раз там пела, ну и мои друзья там выступали. А ты еще помнишь гимн Тоттенхэма? О, да. Толпа безумствует. Окей, окей, окей. Ты волновалась, когда впервые выложила песню на MySpace? Я этого не делала. Это все мой друг, так что не волновалась. А, вот как? Да. Можешь назвать восемь своих лучших друзей на MySpace? Это же было лет 13 назад. Ну же, давай. Во-первых, Джек Пиньятти. Да. Точно Джейми Ти. Да, я у тебя это возьму. Спасибо. Точно Лора Марлинг. Точно Лили Аллен. Она была тогда королевой MySpace. Кроме них, пожалуй, Скрубиус Пип. Наверное, группа Маккабис. Это штук шесть, да? Ну и хватит. Ты когда-нибудь думала иначе назваться для сцены? Нет, ведь у меня такая скучная фамилия. Эдкинс. Ладно. У тебя прекрасный, прекрасный дом. Так уютно. Рада, что тебе нравится. Я старалась перенести сюда английский загород. Уже чувствую себя там. А что больше всего поражает британца, живущего в Америке? Что сарказм тут оказывается непопулярен. Какие есть неожиданные сходства между Лондоном и Лос-Анджелесом? Чайные и кофейные культуры. Что американцы делают не так, как британцы? У вас есть много разных странных слов. Вот это, например, кориандр, а не селандра. А экплант на самом деле абержин. У нас Муи Фиатрес, а у вас Синемас. Ваши Кэнди, наши Свитц. Да. И этот список бесконечен. Изучу пресс-лучаи. Давай, да. Итак, передо мной обычный набор покупок Адель. Да, знаю, это даже слишком здоровый набор. Но я варю овощной суп. Обычно я еще покупаю хлопья. Хлопья с сахаром для сына. Сырные палочки, он их любит. Милкшейки, ну все такое. Ну да, здоровая пища. Я сейчас лежу за тем, чем питаюсь. Почему ты скучаешь? По Теско или Сейнсберис? Я скажу Теско, но только потому, что это единственный супермаркет, который был в моем районе, когда я росла. Но я больше люблю Марк Энд Спенсер. Мы снова отправимся в прошлое, к выпуску первого альбома. Идет. Найнтин. Что удивило тебя в профессиональной записи? Думаю, то, как мне понравилось находиться на студии. Да. А из-за кого ты больше переживала во время твоего дебюта на телевидении? Из-за мамы или сэра Пола Маккартни? Вне сомнений, сэра Пола Маккартни. И под конец шоу, в котором я выступала впервые, он спел «Хэй Джуд». Было потрясающе. Прекрасно. Затем был СНЛ? Да. Что тебя пугало в выступлении в прямом эфире на СНЛ? В принципе, прямой эфир в Америке. Но ещё из-за Сары Пейлин зрителей было больше, чем обычно, и я чуть штаны не наложил. Да, так бывает. И вот ты стала звездой. Как ты относилась к тому, что тебя узнавали? Я не то что в восторге. Но с момента выхода 21 мои волосы становятся всё длиннее, макияж плотнее, а платье тяжелее. Так что в обычной жизни я больше похожа на белоголового орлана. Ты не против, если я погляжу на твои книги? Бог думает, конечно, там есть классные. Хорошо. Лучший фильм из недавно посмотренных? Думаю, Минари. Ты веришь, что о человеке можно много сказать по его книжному шкафу? Я бы согласилась, но сейчас я знаю мало людей, которые хранят дома книги. Все читают в Киндле или вообще не читают, или в телефоне, как-то так. Раньше бы согласилась. Ясно. Итак, в 21 год ты записала второй альбом, «21». Да. Какими были твои дневники в период написания песен? Пьяными, хаотичными, нервными, очень грустными. Да, было трудно. И что ты сделала с ними после выпуска альбома? Все мои дневники лежат в одной из сумок в моём шкафу в Лондоне. И если честно, я не помню, в какой сумке. Так что, возможно, они утеряны. А был бы бонусный материал? Был бы. Какая запись далась тебе наиболее трудно? Думаю, «Don't you remember». Моя попытка поиграть в кантри. Начинается супер-дупер нежно, мягко, а я в этом не мастер. А под конец я завываю, что ближе к моей зоне комфорта. Ясно. Так что «Don't you remember». У тебя была операция на горле? Была. Я слышал, что Джон Мэйер давал тебе по этому поводу какие-то советы. Какие именно? Он просто, ну, он просто меня поддерживал. Велел молчать и быть терпеливой. Сказал, что такая травма обычная для певцов, так что волноваться не о чем. Да, он помог. Он прелесть. Обожаю его. Ты заметила, что твой голос как-то изменился после операции? Помню, я всё больше приближалась к Тому Уэйтсу по звучанию до операции. Становилась очень-очень хриплой. А после операции получила новый голос. Ясный и чистый, да? Да. Ты когда-нибудь хотела выпустить другую версию 21? Нет, ведь если бы хотела, давно бы выпустила. Разумно. Так, вопросы по моде. Давай. Каблуки или шлёпанцы? Шлёпанцы бесят, каблуки. На сцене, на каблуках или босиком? Босиком, а то рухну. Назови свой лучший парадный выход. Думаю, это моё платье Армани в 12-м году на Грэмми. Я была беременна, люблю это платье. Кто для тебя икона стиля? Кейт Бланшетт. Кто никогда не оплошает на красной дорожке? Кейт Бланшетт. Ясно. Без чего ты никогда не выйдешь из дома? Без серёжек. Кто делает лучшую подводку? Пэт Макградт. Какой модный совет ты дала бы мне сейчас? Продолжай одеваться так же. Комфорт важнее стиля. Спасибо. Это мой принцип. Я ценю это. Когда ты готовила третий альбом, 25, ты сказала, что работа над ним была самым трудным делом в твоей жизни. Была. Но какая из песен с него писалась проще всего? Конечно, Ремеди. Хорошая песня о моём сыне. Чему наиболее ценному ты научилась у продюсера Макса Мартина? Хук важнее всего. Если кто-то хочет написать поп-хит, какой самый важный совет ты ему дашь? Хук важнее всего. Важнее всего. Понял. Чем резко различалась работа над 19, 21 и 25? Для 19 долго не было контракта, и песен было всего 4. Нужно было сесть и написать альбом. На 21 я не могла остановиться. Песни так и лились из меня сплошным потоком. А на 25 у меня не было времени, правда. Сын был совсем маленьким. Как-то так. Пойдём в сад. Хорошо, давай. Погода чудесная. В каком зале тебе было наиболее страшно или некомфортно выступать? Проходи. Думаю, на стадионе Австралия в Сиднее. Это чуть ли не город, 100 тысяч человек. Красота какая. Да, здесь всё очень английское. Точно, похоже на сон. В стиле фильма «Серые сады». Да. В каком городе приятнее всего выступать? Конечно, в Лондоне. Да? Ты нашла лекарство от боязни сцены? К несчастью, нет. Нет? Нет. Нет такого. Что самое странное зрители делали на твоих концертах? Дама средних лет перепела, отключилась и описывалась. Видела, как её уносили. Дело было в Вегасе. Естественно, в Вегасе. Естественно. Естественно. Бывает, что ты плачешь, когда поёшь свои песни? Плачу. Над многими новыми, кстати, да. Ого. Что бы ты хотела сказать 19-летней себе? Что дела в личной жизни пойдут куда хуже. Ух. Правда, значит? Правда, да. Какой совет ты бы дала тем, кто начинает свой путь в музыке? Лучший совет из тех, что я слышала. Делай музыку опасной, но держи сердце под бронёй. Я ему следую. И его же передам юным музыкантам. Славно. Как появление сына повлияло на написание песен? У меня почти не осталось времени писать песни. Какой лучший совет мама дала тебе насчёт материнства? Расслабиться и не цепляться так за расписание. Какое твое лучшее воспоминание о маме? То, как она переехала ко мне, когда мне было 21. Я разваливалась на части, а она любовно починила меня. Как мило. Полагаю, она также живёт с тобой в номере во время туров? Нет, она всё-таки моя мать и думает, что может мне указывать. Так что нет, она просто сидит в зале. Пусть так всегда и будет. Почему тебе было важно поддержать жертв пожаров в Грэнфилл Тауэр? Я решила, что должна. Этот дом стоял за углом от моего дома. Плюс эта тема захватила всю страну. Мы не могли поверить, что здание в центре Лондона взяло и сгорело дотла. Я хотела как-то помочь пострадавшим. Ясно. Надеюсь, смогла. Каким словом твои друзья описали бы тебя? Точно словом верное. Слышал, ты шикарно пародируешь Аль Пачино. Можешь мне это показать? Могу, это неплохо. Вот так. Этот момент из фильма «Запах женщины». Может, не так и круто? Думаю, мы можем повеселиться и без пародии на Аль Пачино. Да, конечно. Вот мой телефон, там приложение. Можешь спеть в него, что захочешь, и изменить голос, как пожелаешь. Круто. Ну, попробуй. Так, посмотрим. Ладно, тут полно опций. С гелия? Начнём с гелия. Элвин и Брундуки. Теперь тоннель с эхо. Я как будто в душе пою это, я люблю это по мне. И правда, как в душе. А вот, как я звучу на новом альбоме. Это фильтр пьяный? Только не говори, что весь альбом звучит так. Почти что. Почти что. Новый альбом так и звучит. Спасибо. А теперь назови топ-3 лучших песен своего авторства. Какие они? Я смешаю своё мнение с мнением поклонников. Думаю, сам Бан Лай Кью на первом месте. Далее одна песня с моего нового альбома будет номером два. На втором месте. И... Я очень люблю эту песню. Люблю её петь. Она много значит. Отличный выбор. А теперь то же самое с лучшими альбомами Бейонсе. Знаешь, это очень опасно. Пчёлки налетят и закусают меня. Я это моё личное мнение. Первым будет Саша Фирс. Роскошный двойной альбом. Вторым выберу Лимонейт. Третий... Тут сложный выбор между двумя, но я прислушаюсь кнутру и к сердцу и отвечу Бидэй. Она точно это услышит. Ломать Грэмми на две части ради Бейонсе было проще или труднее, чем ты думала? Это было весьма просто, но я тогда так сильно волновалась, стоя на сцене, пытаясь произнести речь прямо перед ней. Я что-то повернула, и она распалась, будто подделка. Сэр Дэвид Аттенбора однажды пересказал сюжет клипа «Хеллоу». Было такое. Своим культовым голосом. Да. И каково тебе было услышать это? Невероятно. Это был эфир на радио. Думаю, он сам не знал, что ему предстоит. Он просто смотрел на видеоряд и читал текст. В смысле сценария, а не текст песни. В Британии он просто наше всё. Мы так его любим, и он кумер мамы, так что это было шикарно, да. Ты читаешь, что о тебе пишут в интернете? Очень редко. Какой самый нелепый слух о себе ты когда-либо слышала? Все нелепые слухи касались личной жизни. С тех пор, как я рассталась с мужем, всё такое, и всё неправда. Так что они... Был ли в твоей карьере момент, когда казалось, что ты не можешь быть собой? Нет. Мне с этим очень-очень повезло. Я в курсе. Нет, никогда. Какой вещью ты больше всего гордишься? Эта вещь внутри. Пойдём в дом. Ладно, поглядим. А пока что... Да. Как насчёт разных британских вопросов? Итак, Блёр или Оазис? Блёр. Найл или Лиам? Лиам, конечно, без вопросов. Принц Уильям или Принц Гарри? Принц Гарри. Остренько. Спайс Гёрлз или Битлз? Это несправедливо, но я выберу Спайс Гёрлз. Кстати, что тебя больше всего впечатляет в Спайс Гёрлз? Им реально плевать. Им реально-реально плевать на всё на свете. Мне нравится их развязность и всё такое. Так, что там у тебя? Ты впечатлишься. Так. Жвачка Селин Дион. Именно. Откуда это? Джеймс Кордон. Мы с ним дружим. У него есть шоу «Караоке в машине». Селин у него побывал, а он знает, что я её фанатка. Он попросил её выплюнуть жвачку и поместил жвачку в рамочку. Моё ценнейшее имущество. Осталось три вопроса, и я тебе покину, Адель. Давай. Попытаюсь вытянуть из тебя что-нибудь про новый альбом. Удачи. Альбом «Twenty Five» заканчивает трилогию. Какие мотивы, которых мы раньше не встречали, будут звучать в новом альбоме? Действительно ли конец — это конец? Назови что-то, чем этот альбом отличается от всех остальных. Думаю, он вышел самым личным из всех. Да. Последний вопрос, номер 73. Как называется новый альбом? Давай продолжим, может, ты и узнаешь. Как непривычно. Я всегда задаю только 73. Ой, да ладно, весело же. Сядь. Ладно. Я нам чаю налью. Я люблю песню «Скайфол». Я рада. Чем запись песни для Бондиана отличалась от других записей? Я записывала «Скайфол» уже на поздних месяцах беременности. Единственная запись за всю беременность. Голос у меня был куда ниже. А ещё сыну не нравились верхние ноты. Он начинал страшно пинаться. Как думаешь, кто станет следующим Бондом? Сложный вопрос. У нас столько отличных кандидатов. Но мой выбор Джонатан Мэйджерс. Но не знаю, можно ли так. Он же американец. Налить молока. Да, да, пожалуйста. Но ставлю на Идриса Эльву. А какую не свою песню ты пела в жизни больше всего? А чей кавер на свою песню ты бы послушала? Барбара Стрейзент. Знаю, ты любишь Ники Минаж? Люблю. Если бы вы вместе выпустили песню, как бы она называлась? Мамли. Держи. Спасибо. Это был вопрос 78, но раз уж мы пьём чай, посижу ещё. Конечно. Ладно. Вопрос 79. Любимый ресторан в Лондоне? Кай. Продолжи с британскими вопросами. Продолжай. Какой твой любимый паб? The Walmer Castle. Чай отличный. Какой стереотип о Британии абсолютно правдив? Что там вечно дождь? А какой стереотип неправда? То, что мы все хоть раз да встречались с королевой, это не так честно. Мы задали Аделе уже 82 вопроса. Тебе весело? Да. И мне тоже. Продолжим. Любимое ругательство. Ф***. Какой сериал? Ты сейчас марафонишь? О, это легко. Мне сейчас не оторваться от сериала Тед Лассо. Он классный, очень британский. Чего люди не знают о прическе Бабетта? Если это родные волосы, они начинают попахивать. Как надевать накладные ресницы? Это не мне, другу. Попросить кого-нибудь помочь. Мода каких годов тебе нравится? 60-х. Что должно быть в шкафу у каждого? Теплый джемпер. Он же свитер. Так, вопрос 89. Какой твой самый рисковый поступок? Уход от мужа. Чем бы ты занималась, если бы не стала певицей? Хотелось бы думать, что пела бы всё равно с гитаркой в пабах. Да. Даже если бы никто не приходил меня слушать. Но раньше я очень хотела преподавать английский. Правда? Так что, думаю, занималась бы этим, да. Назови лучшие строки из твоих песен. Они все из нового альбома. Да. Твой любимый поэт-песенник? Леонард Коэн. А, люблю его. И я. Теперь твой любимый композитор? Хан Симмер. С кем ты хочешь спеть дуэтом? С Крисом Степлтоном. Ух ты! Какой альбом ты чаще всего слушала в прошлом году? Мне хотелось утешиться, так что слушала шоу Сам Эмоушен, Джоан Арматрейдинг. Он напоминал не о доме, а о маме. Как мило. Сколько у нас вопросов? Это был девянаста пятый. Понятно. Ну, пожалуй, хватит. Закончим? Девянаста пять вопросов. Только чай-то допей. А, да. Тебе пей. Фанатам будет над чем поразмыслить. До встречи через семь лет. Спасибо, Адель. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...